Всем огромнейший привет! Демоска всегда здесь, на месте. И сразу к делу. Закуска стынет. Видели, какие у меня рюмки? Красиво, но наливать неудобно. Я никогда не был каким-то фанатом рюмок, посуды. Но вот так получается, что мою коллекцию постоянно пополняют. Вот мне кажется, вот эти вот рюмочки из того набора, как раз-таки, когда вот эта старорусская еще была распространена. Просто спиртом пахнет и все. Пить вредно, жить страшно, и все мы там будем. Подгонщик от братюни. Брат от души! Пить из этих рюмок. Ладно, красиво, пусту стоит. Короче, что по вкусу? Водичная горчинка. Немножко спиртового такого шлифка. Достанем другую рюмку. Закусим, пока не остыло. У меня сегодня очень просто. Такой в стиле ужина. Это вот мяско с картошечкой, с овощами, тушеные соусом. Немножко соленье. Ну и сразу еще на ход ноги. А то что-то я не все тут распробовал. Или это вот, в принципе, распробовать было нечего. Не, ну, кстати, вот в этой рюмочке запах такой более, может, водочный, что ли. Продолжаем. Водочная горечь в наличии, да. Немножко сладит, но не сильно. Жестко не назовешь, но и, конечно, не какой-то прям нектар из росинок капуста. Я бы, наверное, ее вкус бы назвал несколько приближенным к классическому, неперемудренному. Ну и в целом, наверное, не как-то сильно не запоминающимися. А здесь уже каждый для себя какие-то плюсы или минусы найдет. Потому что сейчас у нас такая палитра, такое разнообразие. Стою хобота слоника, жареные тапки, бабки на пятке. И далее по списку, что только водки не встретишь. Даже он, можжевельник с йогуртом. Это вот бывает. Здесь все как-то достаточно просто. Ну, сначала почитаем. Короче, батл. Ну, елы-палы. Я, конечно, понимаю, там этикетку взяли там в старом стиле, потому что у нас здесь написано «Союз плоды импорт», «Старорусская». Вместимость 0,5L ГОСТ, цена со стоимостью посуды. Ну, это вот старые приколюхи. Ну, совсем стрёмчик. Конечно, может быть, кто-то скажет, что надо было там в облике бомжа записывать. Но у меня для бомжа есть прям совсем, совсем подходящая тара. Да и, честно говоря, бомжи как-то не особо по просмотрам заходят. Но, опять же, если надо бомж-обзор, пишите в комментариях это. Ну, вы там, допустим, 500 лайков на видео наставите, пренепременнейшее. Далее. Приготовлено из высококачественного спирта «Люкс» с использованием лучших рецептов Старой Доброй Руси. Эти старые рецепты Доброй Руси про спирт «Люкс». Итак, водка старорусская, состав вода, питьевая исправленная, спирта «Люкс» из пищевого сырья, сахарный сироп, регулятор кислотности, гидрокарбонат натрия, который, видимо, тоже из Древней Руси, из добрых рецептов туда и попал. Делает Брянск спирт «Пром», Брянская область, город Брянск. Значит, крепость здесь 38 и объем 0,5. Здесь какая-то еще одна полк крепости, какая-то хренатень затесалась. И, кстати, сразу забегая наперед, я полез на сайт Брянского завода, посмотреть, почитать. Значит, там написано, что старорусская, она, дескать, пользовалась популярностью до 80-х годов, потом куда-то пропала, неизвестно куда. И они возродили вот эту замечательную традицию, но почему-то на сайте крепость обозначается не 38, а 37. И вот пойди разбери, пойди догадайся. Ну, я не знаю, мне кажется, что все-таки это не сайт, который сделан на коленке, поэтому вы там что-то уже приведете к какому-то общему знаменателю, а как-то так нехорошо. Ну, за лучшие из старой доброй Руси. Единственное, что привкус, он несколько странноватенький, потому что сладость и небольшая кислинка появляются через время. Ну, а все-таки водочная горчинка есть, такой достаточно монотонный спиртовой шлифочек. Ну, я сказал бы, что ни хрена лишнего, ну, кроме, наверное, вот этого вот послевкусия. Так, есть приветы. Приветы сегодня оптовые, сдвоенные. Итак, властью данной мне ютубом... Господи, как я это записываю так, что я потом сам разобрать не могу. Итак, властью данной мне ютубом приветы отправляются Александру Никифорову из Ульяновска и Саше из Костомукши от Алексея. Всем здоровья! Послевкусие не нравится. Спиртовой шлиф начинает немножечко приедаться. А в целом, я бы сказал, что... Не особо выделяется она, вот так вот. Есть водки, которые ты действительно запоминаешь на всю жизнь. И это либо в хорошем плане, либо в плохом качестве. Здесь что-то такое, что, наверное, потом и хрен вспомнишь. Но здесь у меня тоже может быть свой Аршавин, потому что ты же от Брянска ждешь чего-то такого. Брянского! А тут... Еще чуть-чуть. Ну, давайте, за простоту. Конечно же, кто пробовал... Ай-яй-яй, пробовал не проливать, как я. Тому надо памятник поставить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кто пробовал данную водку в оригинальном ее исполнении, обязательно пишите в комментариях, потому что, естественно, я не пробовал. В 80-е годы, если она в 80-е пропала... Много чего пропало. Ну, задань традициям. Как вкусненько, а? Вот прелесть, конечно, вот этой подливки. Это то, что можно сделать вот так вот. По-простому, по-варварски. Так. Хлебушка. Да, в соус. Прям все. Другими красками все вокруг начинает играть. Давайте по итогам. Потому что я сказал, здесь все. И, наверное, даже больше, чем в этой водке есть. А вот итоги будут сложные. Еще и с элементами проливания. Короче. Ай-блин, ну... Магия. Ох уж это дар. Ладно. Чисто по факту. Значит, а по факту ценник, где купил, я не покупал. Это, опять же, подгончик от моего дорогого родственника. Ему огромнейшее спасибо. Вот такой низкий поклон. Спонсирует канал, как может, разносолыми интересными. У меня там, кстати, целых две посылки. Еще в процессе, так скажем, вкушения и обзоривания. Но ничего не пропадет. Не переживайте. Покупал он, по-моему, в градусах. По-моему, в градусах. И ценник там было что-то очень близкое к минималке. Может быть, даже МРЦ. А может быть, чуть-чуть подороже. Ну, я так бы вот от себя сказал, что если по минималке, то, ну, пойдете. Пойдете. Особенно если вот не хочется никаких экспериментов, не хочется никаких завихрений, никакой альтернативной работы мозга, чтобы ничего не давило, чтобы ничего потом не вытекало, не сидеть, не разгадывать вкус, не думать о чем-то потом великоскорбезном, то, мне кажется, вполне себе неплохой вариант. Но, опять же, за эти бабки, если будет он стоить там 350, я бы что-нибудь другое бы сказанул. Касаемо вкуса. Небольшая горчинка, а-ля подгоревший хлеб в наличии. Немножко сладости тоже есть. Монотонный спиртовой шлейф пробегает. Ну, и в послевкусии вот то, что мне прям сильно не нравится, особенно потом, когда начинаешь распробовать, когда нечто кисленькое и с легким элементом, как будто вот бутылка недомытая. Объяснить сложно. Кто пробовал, тот знает. В общем, водяра без особых каких-то изысков, но и без каких-то лютых перегибов. За бутылочку, конечно, минус, потому что, ну, оставьте этикетки, оставьте все это как есть, но бутылочку что-то можно сделать уже посовременнее. Поэтому пусть будет три с половиной. Не рыба небеса и под рыбу и под мясо. Все мнение мое субъективное, ни в чем не разбираюсь. Тут был, да вышел весь. За вас и до скорого. Д pint … А вот и вон. Оп ... Как… да butt. Рисо… Альра.